На счет три приступаем к сварке. Раз, два, три! Теория сдана, отсчет для практики пошел. У 13 участников конкурса «Лучший по профессии» есть 40 минут, чтобы сделать лучший шов в своей жизни. Здесь, как в хирургическом отделении, важна точность и аккуратность. Вот только вместо мягкой кожи пациента твердый металл, а скальпель заменяет сварочный электрод. Сплавить нужно две трубы под углом 45 градусов на весу. Задание непростое. На то и всероссийский уровень состязаний. Региональный этап, по традиции, проходит на одном из крупнейших заводов Барнаула. Буквально каждый сантиметр сварщик должен менять наклон электрода, скорость сварки и формировать качественный шов. Как изнутри, так и снаружи, потому что подкладного кольца нет. Все на весу. Как и в хирургии, в сварке самое главное – функционал шва. Однако до радиографического контроля, который показывает дефекты, трубу могут не допустить. Для мастеров сварного дела куда важнее проверка визуально-измерительная. Внешний вид играет далеко не последнюю роль, так что в определенном смысле нужно быть еще и художником. Можно электрод сравнить, например, с карандашом или кистью. То есть также, получается, наносишь металл, расплавленный на изделие. И также чешуя, шва может быть разная, может быть красивая, может некрасивая. Но если классических художников в Алтайском крае хватает, то рабочих, в том числе сварщиков, катастрофически не достает. Для привлечения кадров те же заводы и зарплату поднимают и создают разные дополнительные меры поддержки сотрудников. На это сегодня нацелена вся промышленность и особенно оборонные комплексы. Они подняли существенно заработную плату, согласовали это со своими заказчиками. И люди идут туда, плюс там предоставляется бронь, как вы все знаете. Поэтому как-то пошли кадры туда, и мы отмечаем, что еженедельно где-то там от 30 до 80 человек пополнение идет еженедельно этих предприятий. В целом алтайским заводам недостает сегодня около 10 тысяч человек. Профессиональные конкурсы призваны повысить престиж профессий и материально поощрить талантливых рабочих. К примеру, лучшие сварщики этих соревнований в зависимости от призового места получат от 60 до 100 тысяч рублей. Не меньше, чем порой художник получает за достойную картину. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова